День добрый! Компания ОМЗАП, Анатолий зовут меня. Смотрите, сегодня у нас будет очередное видео по замене клапана EGR на Santa Fe. У нас есть турбодизель 2.2, HB двигатель. Делать будем мы, менять клапан EGR. Вот у нас новый клапан. Он у нас бьет ошибочку по обрыву цепи. Вот он здесь находится. Бьет по обрыву цепи и по коррекции работы. Вот. Так, дальше. Вот этот у нас клапан, который нам выдали новый. Так он выглядит. У него постоянно лежит зачем-то две прокладки. Непонятно, зачем они. То есть их вот две у нас тут. Так, ну смотрите, данный EGR у нас бывает, как на Carnival установлен 2.2 двигатели, на Sorento также 2.2. Одно и то же. То есть даже на HA двигатели это X35 и Kia Sportage. То есть с клапан один и тот же. Смотрите, с клапаном очень много проблем. К нам приходят машины, у которых то есть со следами зубила и непонятно чего даже. Сейчас я вам смотрите. У меня уже было видео, где я снимал верхнюю крышечку с клапана EGR, приваривал туда болтик и с помощью обратного молотка я его снимал. Сейчас я немножко доработал свою замену с помощью гибельцы. То есть зажимаю шток и через гибельцы устанавливаю, то есть обратный молоточек и вытаскиваю. Но по-разному. Всегда он выходит по-разному. То есть его там забивает сажей. Вот. Не знаю, как пойдет в этот раз. Сейчас мы с вами вместе как бы попробуем поймем, что у нас происходит. Смотрите, начинаем с того, что то есть если есть какая-то грязь, то убрали. Так как будем снимать топливные трубочки. Они на пути у нас к клапану. Вот. Сейчас отсоединяем топливопровод. У нас тут три трубочки. Одна у нас подача, одна обратка и еще одна обратка у нас идет с топливных форсуночек. То закольцовано через топливный фильтр. Снимаем. Чтобы ничего не попало, вот я, допустим, перчаточки всегда одеваю вот так вот. Вот убрали в сторонку. Теперь также на пути стоит вакуумный шланг вот у нас. Тут хомутик даже можно, в принципе, руками снять. Вакуумный шланг, то есть с вакуумного насоса. И остается разъем сам. Разъем тоже отщелкиваем. И выходит. Так, клапан держится на трех болтах. Болты сейчас выворачиваем. То есть там под ключ на 10. Лучше, конечно, головочкой рожковым туда не подлезете. С болтами аккуратнее. Один болт вытаскивать довольно сложно, поэтому надо иметь магнитик или что-нибудь такое. Пинцетки какой-нибудь, если вдруг уронить. Вот теперь дальше. Смотрите, вот у нас есть пластиковая крышечка, разъем. Она стоит тоже на винтах под торакс. У нас получается номер 15. Выворачиваем эти три шурупа. Это нам уже не пригодится. И вот так снимаем крышку. Вот мы сняли. Вот у нас концевик стоит сам датчик, который видит работу. И подходит, то есть плюс-минус самому датчику. То есть уже. Так, пробуем руками двинуть клапан. Ничего не происходит. То есть клапан стоит мертво, то есть не двигается. Что мы делаем? То есть если нам, к примеру, очень часто в регионах, то есть и не хочется тратить деньги на сам клапан. То есть он стоит, вот допустим, сейчас мы приобрели его за 6100 оригинальный. Очень многие моют и чистят. И чтобы без последствий, то есть снять и помыть, почистить, можно вот воспользоваться такие гибельцы или что-нибудь другое. Вот. Засовываем туда их. И здесь вот как раз на валу есть такая муфточка. Эту муфту зажимаем. Но зажимать нужно тоже не сильно, потому что можно расколоть ее на лопну. Вот смотрите, я буду пользоваться с бошевского набора обратным молоточком. Допустим, если вы делаете в гараже, то можете сами взять какую-то шпильку, какой-то крючочек поудобнее. То есть сделать что-то подобное. То есть это несложно. И засовываем туда. И обратным молоточком пытаемся его вытащить. Ну вот он, он у нас пошел. Смотрите, пошел. Вот я его вытащил. То есть убираем гибельцы. Вот. Ничего у нас не сломано. Все целое. То есть сейчас мы можем его почистить, помыть. То есть как сам корпус, так и сам клапан. То есть вот как бы таким не хитрым способом можно вытащить, чтобы все было целое. Не нужно ломать, бить и что-то еще делать. Ну так как у нас производится замена клапана, то есть сейчас мы почистим там полость. Зайдет он уже очень легко туда. То есть посадим, обработаем температурной смазкой и опустим его. И после этого уже как бы все. Ну показывать дальнейшее вам не будем. О том, как мы будем все это производить. У нас было основное показать вам, то есть как можно без каких-либо повреждений, то есть снять, почистить и помыть. Ну что, всем пока. Это Уимзап. Субтитры сделал DimaTorzok